Тему Пригожина, ЧВК Вагнер и не только. Эту тему будем обсуждать с экспертом на связи со студией Давр Доржин. Это юрист правозащитного центра «Мемориал». Доброе вам утро. Здравствуйте, коллеги. Хотелось бы сразу... Знаете, я открыл заголовки просто по Пригожину. Думаю, а посмотрю я, что пишут там те же российские издания. Вот «Медуза», например, пишет, что «бизнесмен», я акцентирую, Евгений Пригожин заявил, что профинансирует создание граничащих с Украиной, Курской и Белгородской областях центров подготовки ополченцев. Вот тут хотелось бы сразу понять две вещи. С каких это пор Пригожин стал бизнесменом, если только не... Как написано у ЧВК Вагнер, наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо. Ну, тут только непонятно, для кого хорошо он идет, да. А с другой стороны, а деньги он финансирует из какого фонда? Я очень сомневаюсь, что Пригожин прям свои деньги будет тратить на подготовку каких-то ополченцев на границах с Украиной. Я, признаться, не специалист по бизнес-схемам Евгения Пригожина. Я могу здесь ориентироваться только на сообщения СМИ. Известно, что он начинал как предприниматель в Санкт-Петербурге, потом личные знакомства привели его на политическую арену. Известно, что до недавнего времени он активно занимался, так называемым, патриотическим лагерем политических сил в России, финансировал определенные политические организации. Ну а сейчас, с началом полумасштабного вторжения, этот человек является одним из, простите, демиургов, ужасающей геноцидальной войны. Так что в этом смысле человек, конечно, играет ключевую роль. В то же время могу сказать, что мне трудно комментировать его потуги на военном политическом поприще. Во-первых, потому что это скорее область политологии, а с другой стороны, человек совершенно не поддается каким-то прогнозам. Единственная интерпретация, которую я могу ему дать, это такой, вышедший из-под контроля человек, не более того. И по фактору самого Евгения Пригожина, тогда давайте расширим немного тему. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пытается расширить свое влияние в регионах России. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. По мнению аналитиков, Пригожин пытается завуалировать свои усилия по укреплению своей власти, апелляции, концепции исторического единства России. В частности, в институте акцентируют на чем внимание? О том, что комментарий Пригожина о российской сплоченной армии рядом с Путиным, вероятно, содержит тонкий сарказм, учитывая то, что олигарх неоднократно критиковал как раз российские регулярные вооруженные силы. В то же время, зависимость Путина от сил Пригожина в районе Бахмута, например, сейчас, это Донецкая область, также дает последнему привилегий критиковать Кремль без существенных последствий, считают в институте изучения войны. Соответственно, а хотелось бы понять, хорошо, да, Пригожин вовсю издевается над регулярной армией, там они вместе с Кадыровым назначают командующих, снимают командующих, рассказывают, кому куда там нужно искупать вину кровью, идти и так далее. Но, тем не менее, не может же частная военная компания, хоть и такая крупная, которая уже создает свои центры, кто-то там корабли в космос запускает, да, и создает центры, кто-то там университет открывает, а вот в России открывают центры ЧВК Вагнера. Но, тем не менее, не может же одна ЧВК заменить всю структуру под названием регулярной силы. Есть, в конце концов, та же Росгвардия, есть силы ФСБ, например, ну и так далее. То есть, как Пригожин, вообще, чего добивается сейчас Пригожин, грубо говоря, вот если просто рассуждать. Я бы акцентировал ваше внимание на том, что российское законодательство не знает понятия частной военной компании, в отличие, допустим, от американского законодательства и предприятия, которым управляет, как он сам утверждает, Евгений Пригожин, потому что он постоянно обращается в суд по поводу связи себя с этой организацией. Она, на самом деле, не то чтобы сильно законная, потому что, поскольку нет такого понятия в российском законе, то, как бы, сложно говорить о какой-то законной деятельности. Поэтому речь, конечно, идет о незаконном вооруженном формировании, которое, более того, участвует в военных или боевых действиях на территории Украины. И, соответственно, это, по-хорошему, военное преступление, а сам Пригожин может быть военным преступником в этом смысле. Что касается его целей, то мне, опять-таки, здесь трудно комментировать то, что происходит у него в голове. Я бы сказал о том, какую роль он может выполнять с точки зрения закона. Насколько я понимаю, российская структура власти, архитектура власти, она, по сути, параллельна. Есть то, что предусмотрено законом, конституцией, то есть некая субординация, есть неформальные политические связи. И среди этих политических связей он сейчас играет доминирующую роль. Почему? Потому что он формально не является ни депутатом, ни министром, ни каким-то государственным, гражданским служащим, даже военным. Не уверен, что вообще когда-нибудь он служил, на самом деле. А с другой стороны, это человек, соответственно, который может выполнять некоторые поручения. И поскольку текущая архитектура власти не справляется с этими заданиями, такой человек, обладающий парамилитарными формированиями, который обладает финансо-экономическими ресурсами, может с этими заданиями справляться на отлично. Я не могу комментировать его, я имею в виду этой армии Вагнера, в успехе на поприще фронта. Ну, я не военный эксперт. Однако могу сказать, что эта структура, по всей видимости, работает крайне эффективно, по крайней мере, с точки зрения Москвы, потому что слишком он активничает, слишком он пытается выйти за рамки того, что обычно мы видели в отношении него. И еще одна важная тема, которую мы продолжаем отслеживать, буквально в конце октября в эфире телеканала Freedom, я даже сейчас процитирую вас, вы говорили о том, что огромную роль в желании обрести независимость сыграла путинская мобилизация. Речь, я напомню, что члены Конгресса Айрат Калмыцкого народа составили и подписали декларацию о государственной независимости Республика Калмыкия, вы об этом, в частности, у нас говорили в эфире. И еще одна короткая цитата, разумеется, это призыв политический, морально-политический, и мы ожидаем ответа со стороны мирового сообщества. Это обретение субъектности, то есть становление собственной государственности, развитие наших национальных нормативов и выстраивание добрососедских отношений со всеми странами на нашей планете. Хотелось бы сейчас понять, есть ли та самая реакция мирового сообщества, на каком она сейчас уровне, на какой стадии она находится, и хотелось бы освежить, так сказать, данные на начало ноября. Что сейчас в этом вопросе происходит? Реакция есть. Пока что она, как более-менее, имеет неформальный характер, то есть нет какого-то акта, постановления парламента или чего-то подобного, которые бы официально признавали нашу суверенитет, нашу независимость. Однако отклик произошел, в первую очередь, внутри нашего народа. Люди проснулись с мыслью, что действительно такое возможно. Ведь находясь под многолетним, многовековым, наверное, даже, владычеством другого народа, сложно даже подумать о том, что вольная жизнь возможна. Через это проходили многие колонизированные народы. Я уверен, что призыв, который мы озвучили, будет услышан, и на него будет дан ответ со стороны мирового сообщества. Я не могу говорить за сроки, потому что все-таки нужно иметь в виду некоторую бюрократичность политических процессов в демократии. Потому что демократия — это, в первую очередь, механизм. И решения принимаются с определенным лагом во времени. Однако я убежден, что этот ответ будет получен, наши просьбы будут услышаны и нас поддерживают. Вам огромное спасибо. Продолжаем следить за этой темой и не только. Ждем вас в наших эфирах. Далее юрист правозащитного центра «Мемориал» Давр Доржин только что был с нами на связи. Далее юрист правозащитного центра «Мемориал»